Дорогие друзья, из-за увеличения работы мы переносим обучение на третьем потоке школы регрессивного гипноза ARGO-VP2 на февраль 2023 года. Приглашаем на обучение всех тех, кто проходил у нас чистки, биополе и встречи с кураторами, а также учителями или своим высшим я. Количество мест в группе ограничено. После обучения будет один месяц практики. По вопросам обучения в школе обращайтесь к нашему администратору Ольге. Контакт Ольги стоит в описании к этому видео. Нашла. Снимается все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У меня энергия железная, какие-то платы у него внутри. Ну, я же говорил тебе. Хорошо. Больше ничего нет? Ну, пока не вижу. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергии Абсолюта. Берем Лиену в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Лиены поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. На месте. Хорошо. Мы приветствуем Лиену. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам в свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. Я даю команду на счет три. Скеннер сканирует пространство над головой Лиены под ногами. 360 градусов вокруг нее. Два, три. Скеннер сканирует систем тонких тел Лиены. Находит все. Строт. Гуманоид. Синий дракон. Инкуб. И без. Вытащи с нее эту плату. Ей трудно с ней. Хорошо. Я даю команду на счет три. Эта плата отключается полностью. Скеннер помогает до последнего микрона. И эта плата выходит безболезненно из ее биополя. Уходит в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Она как голограмма внутри. Гуманоида или это синяя дракона? Чья плата? Гуманоида. У синего дракона есть своя, но не на все тело. Гуманоида ушла. Хорошо. Плата ушла в клетку? Да. Хорошо. Считай цифру Беса над головой. Беса восемь. Хорошо. Синий дракон. Цифры? Тридцать два сорок четыре. Тридцать два сорок четыре. Ну такие любят залазить в космические души или ангельские. Скажи-ка мне, синий дракон. Ты работала с гуманоидом вместе в паре? Нет. Сколько ты находишься в этом биополе? Три года. Хорошо. Гуманоид, откуда ты? Я с Ориона. Орион. Сколько ты находишься в этом биополе? Семь лет. Цель твоей подключки? Он говорит, наслаждение. Он сделал эту голограмму. Она как копия обыскала внутри. Она такая обтекаемая вся. Она находится внутри и живет вместе с ней, жирая энергией и наблюдая за человеческой расой. Такое у них хобби. Знаешь, она вообще выглядит как раздвоенная. И впечатление, что он прогнал душу. Такое слово идет. То есть вторая копия, раздвоенная, она маленькая, рядом стоит. Вот как. А немного ли ты себе позволил гуманоид? Много. Ты знаешь, тебе придется за это отвечать? Наслаждался он энергиями. Хорошо. Еще семь лет. Я думаю, семьдесят в последующие лет ты будешь, проведешь в раздумьях по поводу своего поступка. Спрут, сколько ты находился в этом биополе? Подожди. Гуманоид, он говорит, что он заарканил космическую душу. И даже семьдесят лет стоит того, чтобы насытиться этих энергий. Кого-то спросил. С прута хотел узнать, сколько он находился в биополе. Посмотри, пожалуйста. Четыре года. Четыре года. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Яду командует тонкой копии. Лиена спроецирует все энергетические и сферические каналы, все болезни, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Что в плату идет? Посмотри, Вера. В плату идет энергия гуманоида. Вот идет. Они как ртутные, переливающиеся энергии. Металлические, я вижу их. А остальные? Ну, идут вот эти болезни, неуверенность. Все, что ты перечистил, идет к платье. А остальные все по чакрам. Все понятно. Ну, беспредельщик, просто криминальный элемент. Захотел, сделал. Если бы я так хотел, я бы не знаю, что бы из него сделал. То есть он ее стержень смешал со своими энергиями? Ну, это уже далеко ты зашел. Очень далеко ты зашел в гуманоид. Не знаю даже, дать ли тебе прочувствовать все, что ты сделал. Сколько процентов энергии ты у нее украл, скажи ко мне, дружок, из далекого Ориона? Это не только энергии. То есть он ее смешивал со своими. Ладно. Мы не экзекутивный орган. Пусть Ли решает с ним, что делать. Реверс закончился. И Лиена только может решать. Хорошо, устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Лиена забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Он гармонизируется на всех уровнях между собой. Пошел процесс? Сердце, сердечная чакра, держень. Отдельно стоял, да? Да, как вытесненный. Хорошо. Вошел сейчас? Да. И возвращается от этой платы ее энергии. Родные? Да. Готовы? Хорошо, отлично. Без сколько ты находился в этом биополе? Он говорит, 8 месяцев в год. Что это такое разброс? 8 месяцев в год. У тебя что, с памятью проблемы или что? Или 8 месяцев, или 12 месяцев, или как тебе сказать? 8 сидит плотно, а остальные выходил-заходил. Понятно. Где ты подключился? В доме? В доме. В доме есть порталы? Есть. Много? Которые ты знаешь? 4 знаю. Хорошо. В сущности другие, я полагаю, тоже там есть. Или ты там хозяин? Мне нравится это слово. Итак, ответ на мой вопрос. Я хозяин. Хорошо, ты хозяин. Хорошо. Просто у нас такая... Она не заказывала чистку дома у нас, и поэтому... Но он не хозяин никакой. Он 8 месяцев сидит плотно в ней, никуда не выходит. Хорошо. Значит, там кто-то другой еще. Черт точно там есть. Ладно. Скажи мне, лярвы есть в биополе? Лиены? Лярвы есть. Хорошо. Ты хочешь их получить? Попросить меня, чтобы я тебе их дал? Хочется. Хорошо. Выходи. Собирай, снимай все, что я оставил. Рассказывай, как оно воздействовало на ее физическое состояние. И после этого я дам тебе отдельную команду на лярвы, и ты их сможешь забрать. Приступай. Ну, я очень утяжелял. У нее колготки до пояса. Он говорит, что она легкая хочет быть. А я не хочу, чтобы она была легкой. Снял. Хорошо. Разрешаю тебе снять все лярвы. Ничего не забывай. Посмотри, где он там снимает. Где там лярвы без? Низ живота. Низ живота это от инкуба? Нет, это негатив, который она не может сбрасывать. И спускается все. Накапливается внизу живота. Хорошо. Понятно. И есть у нее еще одно сердечное. И на сердечной чакре. А кто у нас там сидел? Переживание. Хорошо. Возвращайся назад. Инкуб, выходи. Собирай все, что я оставил. Ничего не забывай. Приступай. Сколько ты находился в биополе, Инкуб? Год. Что ж они все к ее сердечной чакре лезут? Давай спросим. А чего вы все лезете к ее сердечной чакре? Тепло. Ему конкретно тепло там было. Ну, на груди спал, я вижу, да? Да. Уютно ему с ней. Тяжесть. А что она ощущала от того, что ты спал на груди у нее? Комок. Внутри, посередине он показывает. Комок ощущала. Хорошо. Или она теперь знает происхождение этого комка. Вот он стоит с нами, общается. Все снял. Хорошо. Синий дракон. Цель установления твоих плат. Где они стояли? Третий глаз, сердечная чакра. Третий глаз. Третий глаз. Глаза он вообще показал. Ты смотрел или ты транслировал? Смотрел. Хорошо. Что ты забирал назад? Что ты себе забирал? Энергию. Какую? Третьего глаза. А зачем она тебе? Ее развитие. Ее развитие. Так ты, получается, тормозил ее развитие. Я так понимаю? Наоборот, я интересовался ее развитием. Мне было интересно то, что было интересно ей. Мне нравятся такие направления самообучения и продвижения. А так, не вселяясь в ее биополе, ты не мог этого как-то изучить, да? Я полагаю. В библиотеку пойти, посмотреть, как это на самом деле. Или тебе надо было обязательно переживать? Понятие практики и опыта. А, ну вот практика. Получив практику, получив теорию, я получаю практику. Согласен. Хорошо, сильная. И опыт. Хорошо. Выходи, собирая, вытаскивай все свои платы, отключай их полностью, ничего не забывай. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Я предупреждаю сразу, если вдруг кто-то, хоть проводочек, хоть что-то оставит, он по каналу сгорит в клетке в тюрьме. Я не желаю, чтобы такое случилось, поэтому предупреждаю вас. Он отключился. Хорошо, гуманоиды выходить не надо. Гуманоид, что на твоей чистоте еще осталось в биополе? Ничего не осталось, все ушло в плату. Хорошо. Спрут, выходи, вытаскивай все, что я оставил. Отключай свои присоски, ничего не забывай. И возвращайся назад. Спрут на голове. Что он делал, кашу? Концентрация, потеря. Потеря концентрации. Это работа спрута, его фишка. Жидкость есть в голове? Знаешь, когда кошки мурлычат и лапками поднимают. Да. От удовольствия. Вот то же самое он делает. Щупальцами своими перебирает. На голове. Такой зоопарк у нас. Это верхняя чакра. С таким удовольствием он кушал ее энергии. Связь с космосом. Я надеюсь, это впечатлит только Лиену. Для того, чтобы она впредь понимала, как работают сущности, как они выглядят и что они делают. Он снялся. Хорошо. Дай команду Лиене на счет 3 сделать импульс высокой аббрационного шока удара и отстегнуть на себя все каналы к интерферентам и их подключик. Один, два, три. Удар. Отлетают все каналы. Получилось у нее? Да. Открывается портал «Галактическое ядро». Портал улетает, канал улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Бес, на кой частоту ты зашел-то? Переживал-то, да. Чисто на переживание или что-то там еще другое есть? Переживает, теряет энергии. Переживает, теряет энергии. Хорошо. Ты хочешь получить эмоциональный фантом? Кто ж не хочет? Я не хочу, например. Вера не хочет. Я хочу. Хорошо. И выходит эмоциональный фантом Лиены, один, два, три. И проецирует тебе все негативные программы, негативные мысли формы, а также все низкоэббрационные эмоциональные энергии. Звукационная ересь генерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. А ей слово идет, что она берется близко к сердцу, к сердечной чакре. Эмоции открывает. Отсюда идут вот эти все эмоции, негатив, выбирается, разочарование. Все отсюда получается. Лена, это очень просто. Устанавливается фильтр на сердечную чакру и не допускайте к себе эти переживания. Эти переживания эмоциональные, они просто открывают дорогу сущностям. Итак. Фантом вышел. Хорошо. Лена, вы готовы расстаться с этими энергиями? Расстаюсь без сожаления. Хорошо. Сворачиваю в шар и отправляю бесу. У тебя прям праздник какой сегодня. Он хочет, чтобы ты разделил негатив с ее эмоциями. Два шара сделать? Да, там энергии космические, он их не хочет. Хорошо. Я даю команду на счет три. Все космические энергии, которые находятся в этом шаре, выходят и формируются в отдельный шар. До последнего микрона. Один, два, три. Пошел процесс. Он говорит, отравить меня решил? Я тебя спросил. Ты должен посмотреть и сказать, откуда я знаю, что там внутри. Я умный. Я умный бес. Хорошо, ты умный бес. Кто? Хорошо. Под космическим открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И шар улетает на переработку. Закрывая, печатая. Растворяя. Этот забираешь? Да. Отправляю бесу. Бес. На твоем месте стоял один бес, другой. И вот он так жадно хотел шар этот съесть, не посмотрев. А там были первородные энергии. Его вырубило прямо на наших глазах. Он упал. Но он жив. Он был дурак, а я умный. Хорошо. Ты, значит, умный. Ты смотришь. Отпускай. Хорошо. Я тебе еще хотел сказать. Я тебе рекомендую все-таки прислушаться к моим словам. Если Лиена вдруг закажет у нас чистку дома, ее квартиры, я приду встречу тебя. Я не буду такой дружелюбный. Поэтому я тебе рекомендую, чтобы этого не случилось. Тихонечко все собрать и уйти, пока порталы открыты. Ты меня услышал? Услышал. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Инкуб готов уходить? Не готов, но остаться не смогу. Сэля Ви. Такова жизнь. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Синий дракон, у тебя есть платы в квартире, да? Нет, у него нет. Нет. Он наслаждался ее. Лично. Глазами. Посмотри, какой ценитель. Замечательно. Хорошо, синий дракон, тогда я хочу получить для тебя слово «синий дракон», чтобы ты больше никогда не войдешь в эту биопулю. Даю слово, здесь нечего сказать. Открывается наверху портал против часовой стрелки начистоти синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Хорошо, спрут готов уходить? Готов. Я повторяться не буду, тебе закрыта дорога в это биопулю. Встречу второй раз, уже не уйдешь никуда. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки начистоти спрута. 1, 2, 3. И спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. 1, 2, 3. Закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь экземпляр. Сариона. Он сказал даже, если он 70 лет в человеческих годах отсидит в тюрьме, то это все равно стоило ему этой операции, вот этого воровства, того, что он украл. Плата его еще находится у нас. Он гурман? Да, гурман. Гурман, да. Из платы достались. Вера, мы все вернули из платы. Да. Уничтожает. Хорошо. Под платой открывай портал, галактическое ядро, и плата уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Гурман. Его забрали. Хорошо. Вот такие у нас Орион. Поехали дальше. Поехали по частотам. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Лиены до числа значения 520 Гц. Пошел подъем. Значит, от нее много чего зависит. Она многие решения принимает. И ей нужно быть в гармонии и балансе, чтобы решения были правильные. И много людей вокруг нее, с которыми важно, которым ее мнение. Многие это понимают, многие нет. Но вот эта гармония, в ней должна присутствовать и баланс. От нее идут такие стабильные волны тогда. Хорошо. Мы передадим эту информацию Лиене, а также то, что она может, если у нее есть желание, встретиться со своим ангелом-хранителем, как у вас говорят, куратором, и задать ему вопросы о себе. И узнать больше о себе. Потом. Хорошо. Отлично. Все. Синхронизируется энергия в рации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Лиена, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после этого зоопарка? Благодарю. Я чувствую новые вибрации и чувствую себя цельной. Хорошо. Тогда мы будем возвращать вас назад, ваш биоробот, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И не забывайте, пожалуйста, о наших, вернее, о словах интерферента, то, что они еще присутствуют в вашем доме, и там много открытых порталов, которые, соответственно, это все равно, что спать рядом с туалетом, там всегда кто-то выйдет, запах какой-то. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Лиены в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделенке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова